Здравствуйте все! Вы на канале Творческий Сундучок, с вами Татьяна. Перед вами моя забракованная пицца. А забраковала я её в видео, которое выйдет 16 июня в 14 часов по московскому времени и называться будет «Пятеро на текстильную пиццу в сумке», где кроме меня ещё участвуют 4 канала «Жизнь прекрасна» Ольга Козулина, Валентина Никита, Валентина Ассорти и Зульфия. Все прекрасные мастерицы, выдумщицы, обязательно посмотрите. И там же вы и узнаете, почему я забраковала вот эту пиццу, за что она так наказана. Но пропасть мы ей не дадим. И в данном случае вот эта пицца послужит основой для изготовления папки для документов. Для определения размера я взяла стандартную папку. По ширине она подходит, а по длине мне придётся увеличить полотно. И я здесь сделаю такую надставочку и выложу дополнительно пиццу, простегаю. Но делать всё это я буду уже за кадром. Ну вот я увеличила размер пиццы, такого цвета она у нас теперь. И размер нашего основного полотна теперь 37 на 52. С внутренней стороны я пришила подкладку. Она состоит из двух частей. Я обе части пришила сразу к основе. А также нашла центральную линию, сложив полотно пополам. И проложила здесь тоже строчку. Теперь, вот так слегка натягивая подкладочную ткань, чтобы при сгибании она у нас не пузырилась, я проложу ещё пару строчек, чтобы закрепить подкладочку. И вот я всё прострочила. И изначально я не собиралась пришивать карман, но посчитала потом, что он здесь не будет лишним. Вот телефон, ручку, паспорт. И с лицевой стороны швы никакие не бросаются в глаза. Так что всё замечательно. А дальше я пришиваю молнию. Таким образом, лицом к лицу я накладываю молнию. Так, ну тут вот я расстегнула, чтобы видно было. Удобнее пришивать с изнаночной стороны. Вот, я только приметала сейчас. И вот так это будет выглядеть. Я пришила молнию, отрезала лишние хвостики, сделала отстрочку. И видите, здесь всё очень чисто, аккуратно. На пицце этих строчек не видно. Даже пришитый карман здесь не сильно выделяется. А после я прошила, соединив боковые части, и обработала бейкой. Бейку выкраивала по прямой. При пришивании бейки не всегда удается красиво завершить работу. Ну, не хватает технических возможностей или мастерства. Я всегда оставляю длинную нить после прошивания. Машинную нить. Вдеваю её в иголку и завершаю работу вручную. Потайными стежками получается всё аккуратно. И не надо стесняться, что что-то сделала не так, как у мастеров. Нам это нравится, нас это устраивает. Мастерами не рождаются. Дорогу осилит идущий. А такую простую папку шить совсем не сложно. Мне эта вещь будет служить. Давненько хотелось такую папочку. И вот представился случай, как забракованная пицца. Девочки, ещё раз хочу напомнить о совместном проекте. Работы давно уже готовы и дожидаются 16 числа, 14 часов по московскому времени. Папка получилась симпатичная, удобная. И мне она очень нравится. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.